первое место где можно приобрести билеты вот такие киоски второе место желтые автоматы в которых можно расплатиться не только банковской картой а также наличкой включая купюры и даже монет третье место для владельцев городской карты и здесь я хотел бы уточнить что билеты можно купить непосредственно в транспорте но не у водителя а также в желтых таких автоматах минимальная продолжительность билета от 20 минут актуальные цены вы сможете посмотреть по ссылке в описании начнем наше путешествие и поговорим о первом виде транспорта трамваев пожалуй варшаве это самый быстрый городской транспорт первое что меня удивило длинные трамвайные остановки на каждый из которых одновременно может проводиться посадка и высадка пассажиров из двух трамваев второе двери вам никто не откроет хотите войти или выйти нажмите на кнопочку третье билеты можно покупать непосредственно в транспорте специальном автомате и четвертый экраны с маршрутом следования трамвая где указаны последующие остановки и номера других трамваев либо автобусов что останавливается на этой остановке следующий вид транспорта автобусы где все практически так же как и в трамвае за одним исключением автобусы могут проезжать остановки если никто не нажал на кнопку и на этой остановке нет людей далее перейдем к метро варшаве всего две ветки метро поезда есть как старые так и новые чем удивило метро так это станциями они очень красиво на электронных табло можно узнать через какое время придут следующие поезда вот так вот мы катаемся на велосипедах первые полчаса нет первые 20 минут бесплатно вот получался до часа один злотый второй час три злотых и дальше по возрастающей но не больше 24 часов чтобы взять велосипед вам нужно зарегистрироваться на сайте скидаю ссылочку в описании внести первый депозит 10 злотых и можете скачать приложение на телефон если скачаете приложение на телефон вам не нужно будет подходить к терминалу но на телефоне должен быть интернет принципе вот это все основное что есть насчет велосипедов в варшаве по цене я считаю что это очень и очень дешево кстати еще если я на стойках все если все стойки велосипеда заняты вы можете прикрутить его на вот такой вот замочек он есть на каждом велосипеде приложение написать что велосипед прикручен и и он возвращается с вас его списывать вот так то есть вам не обязательно искать свободные стойки а теперь как возвращать велосипеды все проще простого подходим на такую вот станцию где их берут выбираем стойку любую просто и вот тут замок нужно поставить велосипед не ставку замок так его запихаем вот загорелось зеленый означает что велосипед вернули вот и вот мне пришло что велосипед успешно возвращаем вот мы и покатались мокрые правда но счастливые да счастливые что касается еще велосипедов на один счет можно взять не больше четырех велосипедов за один раз а если вы хотите брать больше то вам нужно либо несколько счетов открывать на несколько людей либо связываться с компанией и они предоставляют там вплоть до 12 велосипедов на один счет вот так вот